всем добрый день не обращайте внимание на посторонние шумы я запустила стирку помните я вам рассказывал я намариновала куриные крылья в общем сейчас будем с вами их запекать надеюсь они у меня влезут вот сюда я их параллельно снимаю еще на кулинарный канал покажу вам также покупочки покупки были вообще небольшие я сегодня никуда не ходила сейчас я еще крылья перемешаю и буду выкладывать уже они у меня замариновались стояли всю ночь в общем ну долго стояли такая интересная реклама по телевизору идет хочу могу хочу могу хочу могу так что-нибудь это самое на язык как говорится привяжутся у меня крылья крылышки соево-чесночно-медовые получится очень вкусно я такие уже делаю это прям маринад такой мой must have смотрите на кулинарном канале конечно более подробно я там напишу конечно же как я уже повторюсь этот маринад мой не но никакое не какая-то новинка не какое-то там да не какая-то придумка все что уже придумали то придумали до нас как говорится вот знаете что я буду крылышки выкладывать руками потому что эти крылышки я готовлю для себя не для гостей поэтому я и буду выкладывать руками когда я готовлю для гостей я выкладываю или вилочкой или вы все это делаю в перчаточках вот потому что а для себя можно и так как есть я сходила купила лаваш сейчас вам покажу свои покупки никуда далеко не ходила хотя на улице очень тепло представляете так тепло хорошо снег то выпал а когда снег то холод меньше чувствуется заметили даже пускай там минус пять минус семь но вот холод прям так как у меня в крылышке в маринад добавлено чуть-чуть вот этого масла то конечно же я на пергамент уже никакого масла не кладу у меня здесь крыльев ровно два килограмма получается на вид они очень крупные в этот раз мне достались и получается на вид меньше чем прошлый раз у меня было он тут раз у меня было кило 800 побольше нет тут раз поменьше а в этот раз два килограмма в общем на вид видите прям их так и вот сюда сейчас одно положу и вот этот вот маринад я их потом буду переворачивать один раз я их переворачиваю в общем потом переверну они меня с другой стороны чуть поджарится и потом еще раз переверну и вот этот вот маринад я весь добавляю сюда вот в эти крылышки потому что я потом лаваш на я вам все покажу буду поливать сейчас я руки помою я потом вот этот лаваш буду поливать вот этим вот соком который там образуется получается такой вкусный лаваш этот чесночную чесночный вот этот маринад я вот так вот прям на все крылья как это получается вкусно еще крылышки там дадут сок прям не бойтесь вот прям вот сюда вот так и на первом этапе я их прикрываю фольгой вот сейчас прикрываю фольгой они у меня где-то минут 40 будут стоять под фольгой да не бойтесь что так долго потому что я люблю когда они просто вот так чмак чмак от косточек просто отлетают они у меня и получается очень вкусные такие крылья я готовлю такие часто даже гости съедают под ноль это помыть тут меня спрашивает марину тебя постоянно говорит полная мойка то что посуду не моешь я посуду мою вот но у меня так получается что до полная мойка потому что я готовлю готовлю что-то еще на кулинарный канал хотя сейчас на кулинарный канал до готовлю реже вы ничего не смотрите у кого-то смотрите даже по полмиллиона просмотров ну вот меня никто не целит из моих зрителей ничего страшного я не обижаюсь я даже рада и одному просмотру так сейчас я же вам рассказал что я еще снимаю для кулинарного канала все это вот вам прям в прямом эфире крылышки замариновались я выкладываю их на противень прикрываю фольгой и отправляю в духовку 180 градусов примерно крылышки буду запекать где-то час за 20 минут до готовности крылышек я сниму фольгу крылышки в процессе приготовления можно еще один два раза перевернуть и вот так вот фоточку делаю это конечно такой труд 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 вот тоже труд отправляю в духовку вся фольгу еще прикрою и вот фольгой достаточно просто вот так вот прикрываю они все же с медом чтобы они не сгорели раньше времени вот так вот просто прикрыть фольгой и минут через 40 я уже фольгу сниму крылышки переверну и они у меня уже будут так запекаться все отправляют красоту в духовку ну час вот не меньше они у меня еще крупные буду смотреть как только они от косточек будут отходить я их вынимаю но хочу вам сразу сказать я делаю как я люблю если не любите так то готовьте как любите вы так я уже все овощи на салат помыла сейчас будем с вами делать обалденный салат потому что я купила во первых купила половинку черного вот половинку батончика дальше взялась пятерочки за 329 рублей по акции фары и ком вот сейчас будем с вами ее резать взяла лаваш это я сейчас буду у меня приготовиться куриные крылышки я очень люблю вот на дно выложить лаваш сверху вот так куриные крылья еще полить вот этим вот маринадом от куриных крыльев в общем прекрасно у белорусов взяла вафли и взяла мороженое мороженое уже лежит вам и 29 рублей мороженое уже лежит морозилки не буду вам показывать дальше и у белорусов взяла вот такую грудиночку тоже не знаю давайте пробовать что это за грудиночка мы ее сейчас тоже нарежу но принципе ой как же она называется я думала это украинское сало оно прям очень похоже очень похоже это украинское сало это я отрезаю это я не ем давайте пробовать грудинка да это грудинка это увы не сало 600 рублей килограмм взяла чуть-чуть полкило здесь рубли на 300 конечно дороговато у меня там куртка стирается хорошая вкусная и взяла майонез в общем у нас работает один человек у него знакомая работает в общем делать майонез ведь майонез можно брать только вот этот все я состав посмотрела во первых тут написано что он натуральный состав требует соблюдения сроков и температуры я раньше слободу конечно брала но мне почему-то она казалась всегда жидкая может они состав изменили состав обалденный вот я перебрала все майонезы в общем состав обалденный рассказывайте какой майонез берете вы мне конечно советовали говорят марин делай майонез домашний ну во первых мне майонеза то вот вы думаете я тут сижу целыми днями прям майонез съем это конечно же не так мне майонеза то надо чуть-чуть так ну куда будем делать салат у меня то и миски то такой какой-то нету чтобы делать салат хочется и размешать хорошо давайте вот сюда делать салат и потом будем с вами резать вот эту форель слабосоленую крылышки уже в духовке стоят в общем что за салат салат очень интересный очень вкусный я вам обещаю попробуйте сделайте я даже хотела его снять на кулинарный канал но не буду снимать на кулинарный канал потому что сейчас прям быстренько сниму болталки я же повторяю вам что я это делаю не для зарабатывания денег кто-то там думает что маринка какая-то миллионерша зарабатывает какие-то кучи денег до маринка зарабатывает только кучи и и вот такое вот угрожающее отношение зрителей в общем вот так не обижайтесь если там как-то вас обижают мои видео я хочу чтобы вы не обижались я не несу никакого зла не преследую никаких там чего-то там в общем ладно поговорим с вами еще на эту тему вот так поставлю я тут еще смотрю передачу любимую новостную вот делаем салат что у нас идет в салат салат у нас идет во-первых листья салата любого вот листья любого салата у меня это обычный салат латук нарезаем произвольной форме листья салата латук салат обалденный сразу вам говорю я такой салат обожаю и он без майонеза попробуйте попробуйте его даже можно назвать таким белковым салатом он прекрасно на ужин прекрасно кто соблюдает какие-то пп там всякие разные в общем нарезаем салат латук ну так не крупно среднем так вот так или любой другой салат в общем любой зеленый салат так скажем дальше фасоль у меня консервированные хотите можете отварить свою я ее просто промыла у меня обычная консервированная фасоль красная можно белую можно любую подъедаю то что упало можно белую любую это в принципе не столь важно дальше лук вообще в этот салат идет обычный репчатый лук самый обычный можно добавить красный пожалуйста добавляйте красный какой угодно но у меня есть лук-порей но лук для этого салата лучше заранее замариновать помните я вам рассказывал что я лук не мариную вот не в кипятке его не вымачиваю ничего но для этого салата чтобы он был вкуснее он же идет у нас у нас без майонеза лучше лук заранее чуть-чуть примариновать в уксусе в соль сахар добавить в общем чуть-чуть примариновать так как у меня я есть лук-порей вот такой хороший у меня то я нарежу лук-порей сюда вот так просто нарежу он очень вкусный он не нуждается я его не буду ни в чем мариновать потому что у него свой такой специфический вкус и он для этого салата очень хорошо подойдет красный лук салатный пожалуйста тоже если у вас салатный лук сладкий белый например или красный то его тоже можно не мариновать не мариновать не заливать кипятком это все в вашей как говорится фантазии на кухне так я хотела это сделать салат на кулинарный канал но вот так у меня получается что делаю с вами просто болталки просто пообщаться просто как говорится показать вам все вот немножко я настругала этого лука салат вообще очень быстрый простой вот главное иметь все ингредиенты так листья салата фасоль фасоль любая красная белая если у вас консервированная промываете если у вас обычная варите добавляете сюда лук вот у меня лук-порей можно лук любой если обычный вы его конечно же маринуете в этом самом уксусе там сахаре так вот так и также в этот салат идет любой адыгейский сыр девчонки не путайте не брынза не фета а именно адыгейский сыр сейчас я его попробую именно адыгейский сыр вот да адыгейский сыр он пресный нерассольный не соленый поэтому просто адыгейский сыр нарезаем кубиками вот такой вот его можно сделать дома я кстати вот он по вкусу такой же как я делала дома у меня на канале есть рецепт шикарного сыра вот вы ничего не смотрите не хотите меня смотреть не хотите меня поддерживать давайте еще отрежу чтоб сыра тоже было побольше вот такой белковый можно сказать очень вкусный салатик вот и кусочек убираем и вот этот сыр тоже нарезаю кубиками вот так небольшими кубиками примерно сантиметр на сантиметр и вот сюда его отправляем ой обалденный такой сыр это я в пятерочки взяла конечно да дорого я хочу попробовать взять в этом самом в чижике там тоже есть адыгейский сыр по 190 рублей в общем хочу взять попробовать чижике адыгейский сыр я очень люблю вот именно из-за того что он не соленый он тоже очень хорошо подходит для салатов я его просто люблю вот хлеб маслом намазать и сверху адыгейского сыра положить вот не знаю почему мне он прям безумно нравится в общем вот так готовим с вами рецепты не только на кулинарном канале но еще и тут отправляю вот этот адыгейский сыр сюда смотрите какой салат просто вообще просто обалденный без всякого майонеза безо всего смотрите что написано я нашла на майонезе даже на пробочке написано живая еда так что делаем дальше что делаем дальше где моя хорошая вот ложечка это я уберу в холодильник осталось едим с вами на завтра адыгейский сыр прекрасно заменяет моцареллу вы знаете что моцарелла тоже пресная такая и вот он прекрасно заменяет моцареллу можно использовать тоже делать вот эти типос а я салат капрезы с этого адыгейского сыра с помидорами он тоже просто от ас у меня там есть помидоры давайте с вами договоримся вот немножко адыгейского сыра и там помидоры сделаем с вами что-то типа аля капрезы у меня единственное нету конечно не базилика ни кинзы ничего нету в общем что делаем дальше дальше я это все солю солим по вкусу ой солим по вкусу у меня соль не соленая опять я забыла купить вот эту соль вот так вот солим много не солю люблю чувствовать вкус продуктов и или добавляю черный молотый перец с кориандром тоже прекрасное сочетание так можно еще конечно вот чесночка сюда чесночка а давайте-ка чесночка сюда еще прям чуть-чуть прям вот немножко а чё нет это уже мое дополнение сюда чеснок не идет но я чеснок очень люблю я не буду весь прям чисто вот так чуть-чуть чисто чуть-чуть для пикантности я думаю сыром будет вообще это все замечательно и добавляю ароматное масло масло можно любое оливковое пожалуйста можно там льняным заправить маслом виноградные косточки это уже лично ваше дело но в этот салат ни в коем случае не идет майонез вот такую ложку масла тут примерно две столовых ложек ложки я заправляю этот салат салат можно есть сразу не дожидаясь как говорится вот такая красота не дожидаясь пока он настоится салат очень вкусный очень вот просто обалденный попробуйте вот запеченные куриные крылья вот такой салат даже пожалуйста подайте его гостям вот такой он красивый очень красивый вот такой салат а я попробовала салат просто волшебный это вот с этим ароматным маслом если честно я бы в него еще насыпала кунжута или каких-нибудь семечек салатных все убираю пока в холодильник еще хочу сделать такую рыбно-мясную тарелку не подумайте это не какой-то там праздник как бы просто обычный ужин я еще купила себе лимонад полусладенький пятерочки сейчас акция не знаю почему я обычно пью сухое но что-то купила полусладкая не знаю как рыбка что-то я вот попробовала мне показалось она солоноватая я обычно же беру в чижике рыбку вот в пятерочке взяла первый раз да как говорится жопка 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 загорелась захотелось ой вот сняла вместе с этой хотела снять нож же наточила хотела снять только вот эту рыбку чтобы не пропала сейчас все такое дорогое что то оставлять там да чуть такая солоноватая но в чижике тоже попадается смотря какая партия иной раз тоже попадается чуть-чуть солоноватая ничего в этом страшного нет на кусочки хлебушка вот она косточка еще вылезла если даже вы не все косточки вытащили как бы они потом вылазил конечно такая рыба дорогая уж могли бы и кости выбирать а то приходишь я особенно не люблю ломтиками брать ломтиками берешь и вот в этих ломтиков прям косточки но косточки уже мелкие она же там нарезанная если в кусковой рыбе кости крупные и вот я пинцетиком их как бы выбираю то в ломтиках кости мелкие их уже никак не выберешь ничего так вот конечно хочу сказать вот эти 300 сколько здесь здесь 200 грамм вроде 200 грамм конечно для гостей вот если приглашать гостей это очень мало и для гостей я всегда беру две упаковки а то и надо 3 брать но это очень дорого но когда у меня гости я вообще ничего для гостей не жалею я как говорится такой человек полный стол и поэтому мне для гостей ничего не жалко я и курица как говорится три килограмма куплю и и рыбы три упаковки принципе в этом плане мне ничего не жалко так вот это я отрезаю это мне не нужно эту кожу кожу я вообще никак это что такое он тоже такой жир кожу я вообще никак кто любит пожалуйста это лишнее дело каждого ну вот похоже прям да на сало и нарезаю мне главное чтоб тут не было я один раз так зуб сломала на свое день рождения купила вот такую грудинку вообще я грудинку люблю обожаю купила такую грудинку а мне было наверное лет семнадцать может шестнадцать можно после школы и вот так сломала зуб попался вот этот хрящик на зуб и сейчас я стараюсь конечно есть аккуратней вот так все это убираю завтра можно на завтрак сейчас смотрю новости рассказывают про этих роботов так интересно вот это вся робототехника вот эти как собаки роботы скоро говорю люди будут роботы в общем все развивается все так вот тарелка вот крылышки я проверила и сейчас сюда тоже хлеб сделаю так все равно его надо убирать и надо еще лаваш вот такой обычный батончик такой половиночка такая половиночка вот так можно так треугольничком вот так вот я тоже очень люблю можно так просто по прямой очень хороший это я в палатке хлебный хлебные палатки взяла этот хлеб хороший иной раз очень вкусно так именно с рыбкой сальца селёдочкой все мы с вами любим вкусно поесть вот не осуждайте меня все любим вкусно поесть я думаю каждый второе любит вкусно поесть это не всегда поверьте мне это не всегда так и сейчас еще мне знаете что надо сделать мне надо лаваш тоже лаваш порезать уже подготовить чтобы потом раз 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 сразу выложить на тарелку и на лаваш выложить крылышки в общем лаваш на 60 рублей за лист но это я беру знаете где где вот шашлык делают он очень классный очень вкусный вот это беру где делают шашлык это не просто в магазине надо как-нибудь с вами в общем как-нибудь я замучу купим этот лаваш и я хочу очень сделать домашнюю шаурму вот я режу на такие вот где-то вот 15 на 10 примерно говорит маринка ты режешь такими кусманами во первых камера очень сильно увеличивает и вот сюда прям сразу так потом вот это сейчас пополам сейчас я его весь сразу порежу и потом уже посмотрю немножко оставлю можно будет потом помидор сюда завернуть лаваш на это в принципе без дрожжевой вот это даже такой большой над же какой лаваш большой и вот так и надо как-нибудь купить сделать с вами домашнюю шаурму в общем тоже не в рамках кулинарного канала в рамках именно вот такой такого лайф лайф видео ну все лаваш порезала остается только дождаться крылышек все будет готово я вам покажу как я у крылышки выкладываю все лаваш готов бери ешь можно что-то завернуть рыбку там помидорчик вот все что угодно помидоры я резать не буду потому что у меня очень вкусный салат все дожидаемся крылышки так вот такая красота прошло где-то минут 40 я их достала сейчас я вот эту фольгу а какая красота эту я фольгу убираю и сейчас уже буду ставить без фольги я думаю в этот раз я их наверное переворачивать не буду знаете почему потому что уже я вижу они отходят от косточки вот сейчас просто поставлю запекать и все так что убираю крылышки буквально на 10-15 минут еще в духовку ну и вот так я пулины крылышки такие у меня поджаристые вышли сейчас я уже сюда выложу лаваш и вот так выкладываю лаваш и сверху уже буду выкладывать эти запеченные крылышки лаваш тоже по своему усмотрению много мало я лаваш такой люблю именно вот с этой подливкой поэтому так можно прям побольше так вот выложить и вот эти крылышки ой какие они получились красные классные да вот сильно так запеченные и вот этот вот вот эту подливку так вот на лаваш это очень вкусно пробуйте готовьте лаваш потом бесподобный получается просто просто бесподобно не такая корочка тут но немножко это знаете от чего это от того что все же крылышки были замаринованы в меду и они имеют такое свойство совсем чуть-чуть вот как бы так схватываться все мои хорошие я вот это все выкладываю сейчас доснимаю тоже но это очень вкусно вот эта зажарка тоже очень она вкусная это не пригорела как бы зажарилась вот прям побольше вот так подливки именно на лаваш вот так горкой прям выкладываем можно еще вот эту подливку отдельно куда-нибудь в пиалочку и потом чтобы вот так макать лаваш тоже очень вкусно с пылу жару ой вот с этой стороны нормально с пылу жару пробуйте готовьте немножко я там заговорилась они у меня немножко совсем зазолотились вот такая вкуснятина ой аромат маринад конечно потрясающий потрясающий пробуйте готовьте очень надеюсь что вам понравится можно еще присыпать зеленью кинзы кто любит и смотрите косточки отходит вот так в общем крылышки по такой цене сейчас даже стали таким деликатесом все мои хорошие пока 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 всем огромное спасибо не держите зла всех благодарю за комментарии за лайки пока пока